Глубоко уважаемый президиум, глобоко уважаемые коллеги, в нашем центре онкологии имени Николая Николаевича Петрова в течение последних 20 лет разрабатывается противоопухолевая вакцина. Еще мы ничего не знали о новых иммуноонкологических препаратах, но уже в те далекие годы мы понимали, что тот опыт, исторический опыт, который был накоплен до настоящего времени, показывает, что есть категории пациентов, которые в силу различных причин и лечения, и состояния иммунной системы могут отвечать на иммунотерапию. И нашей задачей стало понимание тех моментов, которые могут улучшить лечение пациентов с исчерпанными возможностями стандартного лечения. И в настоящее время мы пользуемся рекомендациями по лекарственному лечению онкологических пациентов, конечно же, это рекомендации русско, но в то же время мы являемся национальным центром, ранее научно-исследовательским институтом, и нашей задачей было улучшить эти результаты. Нашей задачей было понять, какая же категория пациентов может отвечать на иммунотерапию, на вакцинотерапию. И в настоящее время на данном слайде очень кратенько представлены наши рекомендации, которыми мы пользуемся в нашем центре. Это пациенты, которые получили стандартное лечение, но у этих пациентов наблюдается дальнейшее прогрессирование заболевания. Или этим пациентам показана поддерживающая терапия. И с помощью консилиума, с помощью, так скажем, понимания, каким пациентам мы можем оказать эту помощь, мы стали ее изучать. В процессе изучения было установлено, что опухоль, она меняет свой фенотип. Появляются клоны опухолевых клеток, которые нечувствительны к стандартным методам лечения. Но химиотерапия, лучевая терапия, они преобразовали фенотип опухолевых клеток, и в этих клетках появляется большее количество неоантигенов. И мы сосредоточили наше исследование на изучении раково-тестикулярных антигенов. Это антигены, которых нет в нормальных тканях, но эти антигены есть в опухоли в большей или меньшей количестве. И на данном слайде мы видим, что для разных клонов клеток требуется различное лечение и разное оружие, которое может излечить пациента или уменьшить опухолевую массу. В то же время у таких пациентов наблюдается еще и иммунодепрессия вследствие стандартного лечения. Или же, скажем, иммунодепрессия вследствие диссиминации опухолевого процесса или диссиминации опухолевого процесса на фоне иммунодепрессии. Обратите внимание на лимфоидную систему, на клетки иммунной системы. Наш организм способен защищаться от инфекций и от опухолевого процесса. Это огромная армия клеток иммунной системы. Но в то же время наши стандартные методы лечения и само заболевание ослабляют иммунную систему. И требуется коррекция у этих пациентов с тем, чтобы мы могли понимать, насколько наше воздействие, наши вакцины могут оказать противоопухолевый иммунный ответ. И противоопухолевый иммунный ответ, он состоит из нескольких, так скажем, компонентов, нескольких сигналов. И каждый из этих сигналов требует полного выполнения иммунного ответа. Сигнал 1 – это опухолевые клетки, которые являются иммуногенными. Далее незрелые дендритные клетки, которые распознают эти антигены, захватывают их, созревают, мигрируют в лимфатические узлы, лимфоидные ткани. Появляется клон опухолеспецифических лимфоцитов, которые мигрируют в опухолевое микроокружение и разрушают опухоль. Таким образом, научно обоснованный подход иммунотерапии, вакцинотерапии – это усиление противоопухолево-иммунного ответа, это увеличение количества и функциональной активности опухолеспецифических эффекторных клеток, медиаторов иммунного ответа, снижение супрессорных механизмов, увеличение иммуногенности опухолесцированных антигенов и, таким образом, преодоление толерантности к химио- и лучевой терапии. Мы знаем, что дендритные клетки, миелоидные дендритные клетки созревают в костном мозге. Они мигрируют в периферическую кровь в качестве моноцитов, и есть небольшой долей процентов незрелых дендритных клеток в периферической крови. Мы знаем, что моноцит – это клетка, которая может созревать в тканях макрофаг и в дендритную клетку. Поэтому наша задача в лабораторных условиях из моноцитов, из предшественников дендритных клеток получать большое количество дендритных клеток, которые можно использовать в амбулаторных условиях для лечения пациентов с исчерпанными возможностями стандартного лечения. Мы видим, что дендритная клетка на своей поверхности может собирать огромное количество лимфоцитов вследствие своей уникальной возможности экспрессировать молекулы главного комплекса дистасовместимости, костимулирующие сигналы, которые активируют огромное количество лимфоидных клеток. Раково-тестикулярные антигены, которые не экспрессируются в нормальных тканях, а экспрессируются только в опухолевых клетках, позволяют даже после нескольких линий лекарственного лечения восстанавливать противоопухолевый иммунный ответ и стимулировать активность лимфоидных клеточек. Суть технологий заключается в получении образца опухоли пациента, но в настоящее время у нас есть банк аллогенных клеточных линий, который позволяет в короткий срок получить огромное количество опухоли ассоциированных антигенов, нагрузить дендритные клетки, хранить их в глубоком холоде и в режиме вакцинотерапии вводить нашим пациентам. Будьте добры, видео первое и второе. В левой части данного слайда вы видите дендритные клетки, незрелые дендритные клетки, которые мы получаем из моноцитов периферической крови. А в правой части слайда это дендритные клетки, которые нагружаются опухоли ассоциированными ракодостекулярными антигенами. И мы видим, насколько быстро в правой части слайда дендритные клетки активируются и очень быстро начинают двигаться в плане активности. И в настоящее время наш клинический опыт нашего центра позволяет нам лечить пациентов с исчерпанными возможностями различных локализаций. В настоящее время пролечено 441 пациент. Это пациенты меланома кожи, саркома мягких тканей, колоректальный рак, рак молочной железы, рак почки, рак яичников и прочие опухоли. Иммуногенными оказались опухоли головы и шеи, остогенные саркомы, геменкоклеточный рак легкого и другие локализации. Всего 74 пациента. В настоящее время мы подвели итог, 20-летний итог лечения наших пациентов в амбулаторных условиях и установили, что осложнения 3-4 степени не были зарегистрированы. В 1-2 степени отмечались более чем у 50% пациентов, но не требовали коррекции. Клинически значимый противопухолевый эффект зарегистрирован у 46% пациентов с распространенными соленными опухолями. Это и частичный регресс, полный регресс, минимальный регресс, стабилизация опухолевого процесса. Но, к сожалению, этот процесс может быть средней продолжительностью, не более 6 месяцев. В то же время у нас есть случаи пациентов, в которых наблюдается длительная стабилизация заболевания. На данном слайде вы видите пациентку, у которой меланома кожи спины, с метастазами акселярной лимфоузлы, мягкие ткани, кости скелета и зарегистрирован частичный регресс уже более 57 месяцев на фоне вакцинотерапии. Это очень важные достижения, которые могут быть получены у пациентов с исчерпанными возможностями стандартного лечения. Пациент с рак гортаноглотки. Этому пациенту было отказано в лекарственном лечении, химиотерапии, хирургическом лечении, следствии сердечно-сосудистых осложнений. Пациент получил лучевую терапию на первичную опухоль, на региональные метастазы. Эффектом лечения оказался частичный регресс. Пациент получил 18 циклов, поддерживающих иммунотерапию на основе аутологичных дендритных клеток, нагруженных раков тестикулярными антигенами. И мы видим с вами изменения в иммунограмме у этого пациента до лечения, после лечения. И у этого пациента без прогрессирования в настоящее время 36 месяцев. Важным является оценка иммунного статуса. И у наших пациентов мы видим пациента с благоприятным иммунологическим прогнозом в левой части данного слайда. Это меланома кожи, третья, четвертая стадия. И если вы внимательно посмотрите на левую часть данного слайда, вы увидите график в виде, извините, стакана. А справа в виде паруса. И вот в виде паруса это неблагоприятный иммунологический прогноз. И на самом деле оказывать воздействие даже иммунотерапии, вакцинотерапии на эти показатели очень непросто. Это требует дальнейшего изучения, как изменить эту ситуацию. Мы провели сравнительный анализ общей выживаемости пациентов с метастатическими саркомами мягких тканей, которые получали дендритно-клеточную вакцину по сравнению с химиотерапией. И мы видим на этом графике пациенты, которые получали вакцинотерапию, их общая выживаемость увеличилась на более чем 8 месяцев. Это пациенты, которые получили стандартное лечение, получили вторую, третью линию химиотерапии. И увеличение общей выживаемости, улучшение качества жизни является важным и значимым фактором в лечении наших пациентов в амбулаторных условиях. И здесь представлена 15-летняя выживаемость пациентов диссимированной меланомой кожи, которые получали несколько другую вакцину, геномодифицированную вакцину. И эти пациенты были разделены на две группы. У одних пациентов опухолевые клетки продуцировали супрессирующий фактор МИКЕЙ, и их общая выживаемость составила 3,3 месяца. А пациенты, у которых опухолевые клетки не продуцировали этот иммуносупрессирующий фактор, они достигли общей выживаемости более 15 лет. И я хочу представить наши возможности, возможности научного отдела онкоиммунологии в нашем центре, лабораторная база, приборная база, уровень специалистов, которые позволяют разрабатывать те новые подходы и те технологии, которые требуют дальнейшего внедрения, в том числе в амбулаторных условиях, с помощью иммунотерапии. Спасибо. Продолжение следует...